Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ Новости в студии Олег Соловьёв. Главные темы сегодня. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы организовывали колл-центр, как вы знаете. Три сотрудника колл-центра заболело. Сейчас новых людей. Обучаем, чтобы они отвечали на телефонные звонки. Коммунальные предприятия города находятся в полной готовности к зимнему сезону. Мы принимаем меры, предотвращающие травмирование людей. То есть устанавливаем сигнальные ленты со знаками безопасности. 24 ноября прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главе города Андрею Шубину доложили о текущей эпидемиологической ситуации в Десногорске и о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Так, на 24 ноября нарастающим итогом ковид был диагностирован у 921 человека. Из них 720 выздоровевших. Это почти 80%. За прошедшую неделю всего заболело 66 человек. Если говорить по возрастам, то на первом месте в основном болеют люди в возрасте взрослые, в возрасте от 50 до 64 лет. В стационаре медсанчасти находится 82 человека. Из них 56 с пневмонией, 26 с новой коронавирусной инфекцией. Под наблюдением амбулаторно 155 человек. За вчерашний день было 150 вызывов. 88 из них обслужили сотрудники скорой медицинской помощи и остальные обслужили два врача. Мы организовывали колл-центр, как вы знаете. Три сотрудника колл-центра заболело. Сейчас новых людей обучаем, чтобы они отвечали на телефонные звонки. На дистанционную форму обучения переведены пять классов городских школ. Три класса до 3 декабря в третьей школе. По одному классу в первой и четвертой школах на дистанционке до 30 ноября. При этом за прошедшую неделю отмечено повышение случаев острых респираторных заболеваний во второй и третьей школе. По педагогам, что в учреждениях общего образования, что дошкольного образования, в принципе, роста за эту неделю нет. В медсанчасти продолжается прививочная кампания против гриппа. Пик заболеваемости традиционно приходится на первые месяцы нового года. И в медучреждении предлагают заранее провести вакцинацию. Если есть необходимость, и вас еще не охватили, не прививали, значит, необходимо обратиться в медико-санитарную часть. Там будет создана бригада, и на рабочие места они выйдут. Уже привычные городские меры, такие как уборка подъездов дезинфицирующими растворами и проведение санитарных рейдов специальной комиссии, будут продолжены и далее. В предстоящей зиме, какой бы она ни была, снежной или по-осеннему теплой, уже готовы коммунальные предприятия города. Ежедневно Десногорск убирает техника службы благоустройства. Эти же машины вступят в бой и со снежной стихией. В австопарке 18 единиц, в том числе и три новинки этого лета. Вот еще одна новая единица, Джимми, значит, этот трактор мы используем для очистки пешеходных зон. Так же самое у нее есть лопата для уборки снега, щетка, ротор стоит. С техникой, проверенной годами, исправной и готовой к работе, выполняет свою функцию и МУП ККП. В виде некомпании уборка придомовой территории. В зимний период на службу выходят тракторы с навесным оборудованием, отвалами и пескоразбрасывателями. По специально разработанным маршрутным картам, которые у нас имеются, значит, трактористы выезжают в микрорайоны и по данным маршрутам они убирают снег. Где техника неэффективна, приходят сотрудники с лопатами, ледорубами и скребками. В помощь им уже завезена песко-соляная смесь. Средство расфасовано по микрорайонам и уже применяется при утренней уборке города. Проверку своих сил успешно прошли и в САЭС-сервис. В недавний снегопад были задействованы три трактора и полный штат сотрудников. Сейчас же с наступлением оттепели остатки противогололедной смеси удаляются со дворов, а также очищаются ливневки. Внимание безопасности горожан здесь уделяется не только на тротуаре. В случае, если есть возможность у нас образования сосулек и схода снега с крышек, с кровлей, с балконных козырьков, мы принимаем меры, предотвращающие травмирование людей. То есть устанавливаем сигнальные ленты со знаками безопасности. К зимнему времени года можно относиться по-разному. Кому-то зима нравится, а кому-то нет. Но сделать ее комфортнее точно могут сотрудники коммунальных служб. И к этой задаче они, кажется, готовы. В конце выпуска о погоде. 26 ноября в Десногорске переменная облачность. Днем плюс пять, ночью около нуля. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго.